Всем добрый день! Сегодня я хочу познакомить вас еще с одним своим питомцем. Это юбка слоново-стопая. Растет она у меня уже 7 лет и за это время претерпела всего одну лишь пересадку. Растения весьма и весьма неприходливые. Растет она у меня в обычной цветочной почве. И я добавляю еще кору деревьям. Тогда, когда подкармливаю свои орхидеи, кладу и сюда тоже кору. Ну а так каждый раз я еще, естественно, 2 раза в месяц подкармливаю ее цветочным удобрением радуга. Ну и естественно, время от времени, хотя бы раз в 1,5-2 месяца я ее опрыскиваю. То есть сейчас, вы видите, она у меня принимала водные процедуры, то есть с капельками воды. Вот. Растение стоит у меня на подоконнике на северном окне, а за окном балкон, то есть там довольно-таки полутень. И никакое другое растение, кроме юбки, там у меня не растет. Да и юбка, вы видите, какая у нее высота, да, она уже моего роста. Еле-еле стала помещаться на подоконник. И я уже полгода назад думала ее отдать кому-нибудь, потому что у меня ей там тесно. Но мое растение как будто услышало мой призыв. И вы видите, стала выгибаться, вот они, веточки, стали выгибаться. И выходить из-за подоконника в комнату, как бы она услышала, не отдавай меня, я буду расти дальше. И буквально за несколько месяцев она вот просто, вот видно, новые северки отросли. То есть я увидела, как растение хочет жить у меня. Растение очень чувствует, чувствует нашу любовь, чувствует наш уход за ними. Поэтому растения, чтобы хорошо у вас росли, всегда их нужно любить. Всегда нужно каждый день на них смотреть, как они, что они. И они нас чувствуют и дают свою любовь и нам. Юка весьма-весьма неприхотлива. Растет она в Северной и Южной Америке, именно в тех местах, где находятся пустыни и полупустыни. И поэтому она из семейства агавовых накапливает воду в своих стволах. Видите, особенно вот этой нижней части накапливается вода. И поэтому переливать юку, в общем, полили ее обильно, и 3-4, а то и 5 дней поливать ее не нужно. Вот такое вот это растение Юка. Добиться цветения в домашних условиях практически невозможно. На родине оно является технической культурой. Из него делают прочные-прочные канаты. Кстати, очень жесткие листочки, по краям маленькие как бы иголочки даже есть. Поэтому, когда моете, то есть крючочки такие, чтобы аккуратненько, чтобы не поранить свои руки. Вот такое это растение. И, как я сказала, что ухаживает за ним неприхотливое растение. Ну, не цветет, но радует зато наш своей листвой. И очень-очень полезно, потому что она очищает воздух, поглощает звук. Она благотворно влияет на дыхательную систему, а также успокаивает нервную систему. Поэтому выращивайте дую мою юку, и пусть она радует вас всех. На этом всем пока. Продолжение следует...